Партия Фишера, ну вы знаете, Фишер чемпионом мира был, который выиграл Испанского, стал девятым чемпионом мира, и он отвечает, конечно, к первой партии. И вот первая, которая называлась Штейн, Штейн тоже знаменитый советский граспейстер, это партия, сыгранная на лимональном кумуле в Сусе, в 1967 году. Белый Микал Фишер, испанской партии, Е4, Е5, Конь Ф3, Конь Ц6, Конь Ф3, Конь Ж1, Ф3, Конь Ц6, Слон Б5. Ну, вы, наверное, знаете, эти ходы уже определяют какой дебют, дебюты, ну, немножко вы должны знать, какой это дебют. Вот эти ходы уже определяют дебюты, какой это? Испанская партия, это испанская партия. Пишешь сюда Е4, и его партия, где сейчас получатся, испанская партия, вот это значит испанская партия. Я не буду подробно останавливаться, потому что можно одну партию рассказывать, там все заняться, если не больше. Вот это я буду акцентировать внимание только на самых интересных моментах. Значит, Слон Б5, А6. В испанская партия это самый популярный ход, А7, А6, то есть пешек прогоняет А7, А6. А, пешек, вот, прогоняет слона. Теперь слона А4, слона А4, и слона А6, конь Ф3, конь Ф6. Ну, это все, значит, так классическая система называется. Теперь А4, короткая регировка, 0,0, короткая регировка. Теперь Слон Е7. Это одна из самых популярных разновидностей в испанке, Слон Е7. Ее называют испанкой, так, ну, немножко, не наследие название, но такой жаргон. Испанка, испанская партия испанка, значит, Слон Е7, Владя Е1, это все, все идет долгое время по теории. Владя Е1, Б5, Б5, прогоняет слона, Б5, Слон Б3, Д6, Д6, Д7, Д6, С3, 0,0, девчоная регировка. Слон Б7, Д7, 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 теперь белый играет Д4. У нас теперь исследование неправильно. Пока сейчас идет с российской системой называется с российской голов Dit1, до Е4, теперь последовало КНЕ-5, КНЕ-5, СОНСЕ-2.. Солнце-2. Солнце-2, теперь конь С-4. А почему он на Е-4 висит? Смотрите, Е-4 может поверить только конь сон, а Е-4 защищает воде сон. Нет, вот это... Когда в Солнце-2, я разопешиваю воду. Это нам не было приятные какие-то. В-3. В-3. Конь В-6. Конь В-2. Конь В-дс. Нет, конь В-д-2. Давай, Владимир, ты все спередоставь, будешь мне помогать. Конь В-д-2. Конь В-дс. Теперь последовало Е-4. Е-2. Я думаю, что я не остановлюсь на дебютную часть, потому что у нас задача показать самые красивые места. Последовало А-5. Белые, между меня, С-2. Черные пока не стали против. С-5. Несли в удар по центру. С-5. Здесь последовало Е-5. Дей-2. 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 Конь В-д-5. Ну, пока пролиция примерно ровная. Она достаточно известная. Конь В-дс. Конь В-дс. Конь В-дс. Конь В-дс. С-5. Конь В-дс. Конь В-дс. Конь В-дс. Конь В-дс. С-6. С-5. С-6. Попадает на Мак. Пролиция в дурк. А питание не было. К-2. В нем был. В-дс. В-дс. Конь В-дс. Конь В-дс. О-5. Окей-1. А-1. В-дс. В-дс. Вынужденный ход H5, но слон на задержок отдавать, потому что слон берет на G5, а потом слон берет на G6, а можно могу включить. Черный играет H5. Теперь подержи G3, билы ушли от связки. Конь C4, второй конь черный в центре притянулся. Билы защищают, билы на G5. Билы на G3. Король G7. Теперь G4. Задержи H8. Билы прорвали в центре. Черный сыграет H5. Вот такая позиция возникла. Неприятие король. Черный серьезно ослаблен, потому что как на G7 чуть-чуть немного. Билы продвинулись вперед. Не очень надежно защищают. Билы проводят эффектную атаку. Собственно, благодаря атаке партия была на основном лучшем в этом томе. Но я вам сказал, что в конкретном томе он был в 1967 год. Я в 1965-1966 год пропустил, и в 1967 год. Здесь фишер нанес. Просто проводят на G6. Но жирная слона. Довольно красиво. В 2005. В 2005. Теперь Принимать жир, это очень опасно. Там же F. Теперь жирный шаг играет. Потом король отходит. Он вторгает на G6. Там масса непреданностей. Не буду их приводить. Сразу черные здесь сыграли F8. Если не станет понимать в первых фоисе график. В первых F8. Последовало 124 просто. 124. Я нашел размен. 124. В первых F8. В первых F8. В первых F8. Здесь поэтому надо было пешку на A2. Последний шанс был. А теперь уже совсем в черных блоках. Последовало A1. В первых F8. Ну, потому что это слон попадал под связку. Ну, один попадет. Как его зачистить? Поэтому. Черных заранее на 4. Надя 1. Черных сыграли на 6. Надя 6. Надя 6. Надя 7. Вот. Заранее черных здесь 4, для слона. Теперь забрали пешку. Кажется, что отыграли пешку. И как устоять. Ну, не трудно было. Последовало Конь G5. Слон G5, слон G6, слон F3, слон связан и по горизонтали и по вертикали, слон F3, но отдаем для этого слона белые, зато там, когда он берет G7, вторгается. То есть он даже не берет от того, что он отдает качество, больший шаг, но только здесь это, потому что слона не защитит, слона не защитит, поэтому приходится против этого, но тогда присоединяется шаг, и здесь, собственно, дальше можно не смотреть, король G6, комбинар G4, ну здесь что, здесь уже в черном, в белом части качества лишняя, еще было G5, там, Валерия Госсия, еще, когда-то, правда, продолжалось, но Фишер выиграл, то есть такая довольно честная, видительная победа в этом международном турнире, но результат этого международного турнира вы, конечно, не помните, не можете знать, но очень интересно, Фишер выиграл международный турнир с большим отрывом, но отказался играть в инциденте. Он просто выиграл из первенадцати миров, пропустил цикл, он с чемпионами мира стал только через три года, но у него всегда какие-то странности, потому что там не понравилось, потом выиграл такой красивый партнер, выиграл много очень партий в этом турнире, и он лидировал в этом турнире с большим отрывом, я неправильно сказал, он не победил на турнире недоконченного, но уже там было ясно, что перед первым местом там очков на пять оторвался. Тем не менее, этот турнир выбыл, неожиданно, и на этом закончился этот цикл, закончился на его пользу.